Итак, информация с официального сайта mk.ru. Чубайс фактически призвал поднять цену на газ в 6 раз. О гражданах Анатолий Борисович как-то не подумал. Глава Роснано Анатолий Чубайс назвал главную проблему тормозящую экономику России. По его мнению, это низкие цены на газ и электричество на порядок ниже, чем в Европе. Из слов Чубайса следует, что нужно найти оптимальный уровень цен, способный увеличить инвестиционную привлекательность энергетики страны и не допустить роста долгов за сырье. Для граждан эта инициатива выглядит малопривлекательно. Чтобы довести газовые цены в России до среднеевропейских, их нужно увеличить где-то в 6 раз. Но почему-то Анатолий Борисович не подумал о том, что нужно и зарплату увеличить в 6 раз, и пенсии, соответственно, как минимум в 6 раз. По мнению Чубайса, ценообразование на российском рынке газа и электричества является более важной для страны темой, нежели предстоящие президентские выборы. По словам Чубайса, попытки удержать низкие тарифы делают бессмысленными программы экономии, поскольку стоимость сэкономленного топлива невысока. Если не исправить диспропорции, российская электроэнергетика будет продолжать бессмысленно сжигать ежегодно 50-60 млрд кубометров газа ежегодно. Действительно, Россия занимает второе место в рейтинге европейских стран по самым скромным ценам на голубое топливо для населения. В первой половине 2017 года кубометр газа обходился россиянам в 5,7 рубля. По этому показателю мы уступаем только Казахстану, жители которого покупают топливо примерно по 3 рубля. Самый дорогой газ приобретает население Швеции. Там в пересчете на российскую валюту стоимость кубометра достигает 75 рублей. Чубайс уточнил, что Россия не должна догонять Европу по ценам. Требуется только найти оптимальную стоимость газа. Впрочем, какие индикаторы для этого понадобятся, не ясно. В отличие от большинства европейских стран, Россия является не только потребителем, но и производителем голубого топлива. В Западной Европе в серьезных объемах добывают газ лишь в Норвегии и Нидерландах, где, впрочем, его стоимость для населения превышает 50 рублей. Догонять эти страны и увеличивать стоимость голубого топлива в 10 раз правительство никогда не согласится, отмечает начальник аналитического департамента УК БК Сбережения Сергей Суверов. Однако даже среднеевропейские цены обгоняют российские в 6 раз. Такой тарифный маневр обязательно приведет к росту задолженности за поставку топлива. Стоит отметить, что просроченная задолженность российских потребителей за газ с января по июль 2017 года увеличилась на 11%, до 179 миллиардов рублей. Ну, понятно, что у людей нет денег даже заплатить за газ, за еду, потому что зарплаты минимальные, пенсии минимальные, ниже прожиточного уровня. Только в России люди, которые работают, могут оказаться нищими. Две трети долга приходится на население и теплооснабжающие фирмы, предприятия и электроэнергетики, которые, упоминает Чубайс, напротив, соблюдают платежную дисциплину. Их долги сократились на 6,5 миллиарда, до 12,6 миллиардов рублей. Рост цен на газ даже на 50% по оценке Суверова приведет к увеличению объема долгов в 1,5-2 раза. По словам бывшего замминистра энергетики и экс-главы Совета директоров РАО ЕС Виктора Кудрявого, поднимая тему роста цен на газ, Чубайс косвенно намекает на развитие возобновляемых источников энергии, разработкой которых занимается возглавляемая им корпорация Роснано. То есть он еще хочет, чтобы государство выделяло из бюджета наши деньги с вами, потому что мы являемся налогоплательщиками. Ему опять деньги. Давайте вспомним, что до сих пор то, что уходили ему, Чубайсу, миллиарды, до сих пор он ничего не представил нам. Но нельзя забывать, что себестоимость производства ветряной энергии в 7-8 раз выше традиционной. Солнечная энергия обходится в 10 раз дороже, отмечает эксперт. О необходимости повышения газовых тарифов в прошлом году говорил президент России Владимир Путин. Правда, чисто гипотетически. Но на самом деле все начинается с чисто гипотетического, а по факту всегда растет. В некоторых странах-производителях очень низкие цены. Это полностью перевернутая экономика, отмечал глава государства. Однако решать проблему он предлагал не за счет роста цен на топливо, а путем повышения уровня зарплат и благосостояния людей. Вот это согласен, было бы замечательно. Благосостояние людей действительно ключевой фактор во всей этой истории. В России на средний оклад можно купить чуть более 6000 кубометров газа. Это примерно столько, как и в Великобритании, где цены превышают 32 рубля, и меньше, чем в Люксембурге, жители которого при стоимости кубометров 27 рублей могут позволить на зарплату купить 7,4 тысячи кубометров. Мы предоставляем вам только факты, выводы делать только вам. Подписывайтесь на наш канал, и вы будете в курсе всех самых последних и интересных событий. Всего доброго и до новых встреч!